Глава 2. Почему инженерные прогнозы обеспеченности ресурсами столь часто оказываются ошибочными? Самые популярные долгосрочные прогнозы истощения природных ресурсов, разрабатываемые учеными и инженерами, резко отличаются от экономических прогнозов, на которые опирается данная книга. Инженерные прогнозы обычно оказывались совершенно ошибочными. В этой главе рассматриваются причины такого положения дел. Можно ли основывать инженерный, или технический, прогноз только на законах и методах естественных наук? Так ли уж обязательно, чтобы результаты экономических и технических прогнозов противоречили друг другу? На оба вопроса ответ – нет. Ряд наиболее знающих инженеров-прогнозистов поддерживают оптимизм экономических предсказаний, рассмотренных в главе 1, и отвергают пессимизм прогнозов, базирующихся на использовании методов естественных наук. Результаты инженерных прогнозов разноречивы, но именно пессимистические получают наибольшую популярность. В этой главе разбираются причины разноголосицы и противоречий в существующих прогнозах обеспеченности сырьевыми ресурсами. В следующей главе я объясняю, почему силы, способствующие долгосрочному снижению редкости ресурсов, будут, скорее всего, действовать в сколь угодно далеком будущем, вопреки тому, что следует из инженерных прогнозов, энергетические прогнозы рассматриваются отдельно в главах 11-13. Парадоксы инженерных методов прогнозирования. Вопреки распространенной идее, что истощение месторождений неизбежно ведет к росту издержек производства и повышению редкости сырьевых ресурсов, факты, приводимые в главах 1, 5, 8, 10 и 11, свидетельствуют, что в прошлом все показатели издержек на добычу природных ресурсов сокращались. Это противоречие должно быть объяснено, но предлагаемое объяснение кажется противоречащим здравому смыслу. Технические специалисты, использующие в прогнозах методы естественных и инженерных наук, действуют следующим образом. Они оценивают объем и качество известных месторождений, существующие и перспективные в будущем методы добычи. Получив все эти оценки, рассчитывают объем ресурсов, которые станут доступны в будущем при различных показателях издержек добычи, в лучших прогнозах или при текущем уровне издержек, в самых прямолинейных прогнозах. В основе такого инженерного прогноза лежит предположение, что на Земле существует определенный запас данного вида сырья, а значит, можно, по крайней мере в принципе, ответить на вопрос, сколько, например, на Земле меди. Что имеется в виду, когда мы говорим о ресурсах Земли? Если речь идет о физических объемах, то у нас нет возможности измерить мировые запасы меди, железа или нефти. Но даже если мы сумеем как-нибудь их измерить, то, скорее всего, не сможем договориться, что же именно включать в состав ресурсов. Например, следует ли в состав мировых запасов меди включать медь, растворенную в водах Мирового океана? При оценке доступных человечеству запасов меди, нефти и тому подобное возникают почти непреодолимые трудности учета множества качественных характеристик месторождений, влияющих на трудность добычи сырья, к тому же объем сырьевых запасов в месторождениях с низкой концентрацией, например, запасы металлов на морском дне и в морской воде, как видно из таблиц. 2.1 чрезвычайно велик по сравнению с обычно подразумеваемыми разведанными резервами. Кроме того, благодаря открытиям человечества постоянно увеличивает объем пригодных к эксплуатации ресурсов. В прошлом геологическая служба США полагала, что ни в Калифорнии, ни в Техасе нефти нет. Новые источники ресурсов нередко обнаруживаются где-то за пределами освоенного мира, как это было в прошлые века, когда Европа использовала то, что давали другие континенты, или как это может сложиться в будущем, когда мы станем получать сырье со дна морского или с других планет. Новыми источниками ресурсов может служить и производство, подобно тому, как мы выращиваем хлеб и получаем ядерное топливо. Нам не следовало бы уж слишком зацикливаться на определении «естественной», как в словосочетании, «естественные ресурсы». Огромному числу людей оказывается непросто принять такой подход. Попробуем поразмыслить. Большинство определяет потенциальные запасы нефти как сумму запасов во всех месторождениях мира. И эта величина явно фиксированная. Но это определение не операционально, так как решительно невозможно обследование всех месторождений Земли. С практической точки зрения имеет смысл говорить о запасах в освоенных или разведанных месторождениях, о потенциальном объеме добычи и прироста запасов при разных условиях спроса. Две последние величины явно переменчивы. Именно они чрезвычайно важны для принятия политических решений. В следующей главе мы подробнее исследуем противоречащую здравому смыслу идею, что объем сырьевых запасов не ограничен. Помимо прироста добычи, есть и другие пути обеспечения роста сырьевых ресурсов. Не следует подаваться иллюзии, что всякий раз, как мы извлекаем из земли килограмм меди, ее запасы для будущих поколений сокращаются. Мы слишком склонны представлять мировые ресурсы руды в виде одного единственного рудника, истощающегося по мере выработки. Не будем забывать, что постоянно открывают и вводят в эксплуатацию новые источники сырья, металлолом, например, которые могут быть вовсе не похожими на прежние, но качество которых может оказаться более высоким. Мы создаем новые источники меди точно так же, как производим бумажные салфетки или хула-хупы. Это значит, что для их получения мы расходуем время, капитал и всякие материалы. Еще важнее, что мы находим новые способы предоставления услуг, требующих использования дорогостоящего продукта или ресурса. Распространенное негодование, что средний американец использует, скажем, ресурс X в 90 раз больше, чем средний африканец или житель Азии, можно, в рамках этой логики, рассматривать как неоправданное. Ведь средний американец и производит этот самый «природный» ресурс X в объемах много больших, и в среднем пропорционально он их производит больше, чем потребляет. Я понимаю, что такой подход кажется совершенно несовместимым со здравым смыслом, но прошу вас, читайте дальше. Проблемы составления инженерных прогнозов Обычный прием прогнозистов таков. Они просто делят объем разведанных резервов на объем текущего потребления и получают в результате число лет, обеспеченных запасами. Позднее мы подробнее обсудим этот подход в связи с оценкой запасов нефтяных и энергетических ресурсов, а здесь сделаем только несколько замечаний. Концепция разведанных, или «доказанных» резервов очень полезна, когда фирмам приходится принимать решение, прибыльно ли вкладывать средства в разведку новых месторождений. Точно так же управляющему супермаркета нужно знать объем текущих запасов товаров, чтобы своевременно их пополнять. Но показатель разведанных запасов вводит в заблуждение, когда речь идет о будущих потребностях, смотри таблицу. 2.1, в которой сравнивается показатель разведанных запасов с двумя другими показателями обеспеченности ресурсами. Рисунок 1.3 показывает, что разведанные запасы ртути не уменьшились, а увеличились. Из рисунка 2.1 видно, что общемировые разведанные запасы меди и почти всех других видов сырья выросли за период с 1950 года, точно так же, как с ростом объемов продаж растут запасы товаров в торговле. В таблицу. 2.1 показано соотношение между объемом разведанных ресурсов и совокупным объемом производства. Именно на этот показатель ссылались многие авторы, предсказывавшие истощение ресурсов. Логика их вычислений очень проста, если у нас имеется разведанных резервов только на 15 лет потребления, то через 15 лет резервы будут ищерпаны до дна. Но графики показывают, что за этот период объем разведанных ресурсов вырос не только в абсолютном выражении, но и относительно объема ежегодного потребления. Я объясняю этот парадокс в главе 3. Это должно бы убедить даже самых недоверчивых, что прогнозы, использующие концепцию разведанных резервов, то есть подавляющее большинство прогнозов, особенно самых панических, настолько ошибочны, что скорее вредны, чем бесполезны. Для Соединенных Штатов коэффициент обеспеченности природными ресурсами в целом также вырос. По оценкам Эрла Кука, с 1934 по 1974 год обеспеченность запасами металлов выросла соответственно, по меди от 40 до 57 лет, по железной руде от 18 до 24 лет, по свинцу от 15-20 до 87 лет, по цинку от 15-20 до 61 года. Поскольку сырьевые ресурсы являются предметом свободной международной торговли, данные о мировых резервах существенно представительнее и важнее, чем данные по США. Чтобы разобраться в концепции разведанных запасов, нужно осознать соотношение между реальным богатством земной коры, минеральными ресурсами и объемом добываемых запасов. В сущности, объем разведанных ресурсов представляет собой смехотворно заниженную базу для предсказаний. Общее содержание минеральных ресурсов в земной коре – это другая крайность, оценка чрезмерно завышена. Наиболее адекватен с экономической точки зрения показатель извлекаемых запасов, который, по сегодняшним оценкам геологической службы США, составляет ничтожную долю процента – 0,001 – от содержания их в верхнем километре земной коры. Количественные оценки этого показателя даны в средней колонке таблицы. 2.1. В двух других колонках этой таблицы приведены количественные оценки показателей разведанных запасов и общего содержания минералов в верхнем километре земной коры. Нет сомнений, что в будущем, по мере совершенствования техники добычи или роста цен, нынешние оценки объема извлекаемых запасов возрастут. Для технических прогнозов характерна также известная проблематичность оценки запасов извлекаемых минеральных ресурсов. Даже небольшое изменение цен сильно влияет на возможности добычи, так как изменяется состав потенциально прибыльных месторождений. Однако значительная часть инженерных прогнозов учитывает только те месторождения, которые выгодно разрабатывать при сегодняшних ценах и существующих технологиях. Учитывая то, что всегда и везде разрабатываются прежде всего самые богатые месторождения, подобный подход к прогнозированию обеспечивает нам неизменные предсказания быстрого истощения ресурсов. При этом долгосрочная тенденция заключается как раз в сокращении редкости ресурсов в силу повышения стимулов к открытию новых месторождений и изобретению лучших методов добычи. Еще одна трудность инженерных прогнозов – методы, выводящие за пределы концепции разведанных запасов, с необходимостью опираются на более спекулятивные гипотезы, чем методы экономического прогноза. Инженерные прогнозы должны включать некоторые предположения об открытии пока еще не открытых месторождений и развитии пока еще не разработанных технологий. Принятие «консервативных», читай, лишенных воображения, предположений о том, что будущие технологии будут подобны сегодняшним, есть то же самое, как если бы в XVIII веке кто-либо предсказал сохранение тогдашних методов добычи до конца XX века. Не следует забывать о склонности экспертов недооценивать объем будущих технологических изменений и их воздействия на экономику. Как сказал Саймон Кузнец, экспертами обычно являются специалисты, привыкшие к традиционным подходам, а потому и связанные ими, а в силу ограниченности одной только областью знаний им свойственны узость кругозора и чрезмерный консерватизм. Экономический подход, напротив, требует только одного предположения, а именно, долгосрочная тенденция падения издержек будет действовать и в будущем. Наконец, стоит помнить и о том, что в настоящее время наши знания о мировых запасах минерального сырья весьма неполны, по той простой причине, что нет никакого смысла осуществлять достаточно детальный геологический поиск. Кому нужно пересчитывать камни в Монтане, если в вашем собственном дворе довольно камней, пригодных на роль пресс-папье? Нам неизвестен точный объем ресурсов, которые можно извлечь из земной коры. Мы не будем этого знать ни через два года, ни через десять лет. Причина незнания очень проста, до сих пор никто в мире не нуждался в точном знании этого рода. Все эти трудности, возникающие при предсказании доступности и наличия ресурсов, хорошо известны геологам, которые до сих пор избегали участия в широких дискуссиях. Для иллюстрации можно обратиться к рисунку. 2.2, показывающему соотношение между разведанными месторождениями и общими запасами минеральных ресурсов. Как мог бы выглядеть идеальный технический прогноз, будь он реализован? Каждый, думаю, согласится, что нам хорошо бы знать, сколько сырья может быть добыто при различных значениях рыночных цен в каждом будущем году. Оценки для каждого года, следующего за 1990 или 2000, с необходимостью зависят от количества ресурсов, использованных в году, предшествовавшему году 1990 или 2000. Так что если, с одной стороны, в предшествующем году уровень добычи был выше, то на анализируемый год останется меньше высококачественных ресурсов и сырьевые цены поднимутся. С другой стороны, при более высоком потреблении в предшествующие годы повышаются стимулы к открытию новых месторождений и совершенствованию технологий, что ведет к понижению рыночных цен. Я склонен предположить, что повышение спроса в годы, предшествующие 1990 или 2000, означает, как правило, более низкие, а не более высокие цены в интересующие нас годы. Эта схема идеального технического прогноза заставляет поставить важнейший вопрос, каким из множества прогнозов и прогнозистов можно доверять в наибольшей степени. А мой личный совет таков, при любой возможности пользуйтесь данными экономических прогнозов и не обращайте внимания на инженерные. Лучшими инженерными прогнозистами являются те, которые в наибольшей степени учитывают зависимость добычи ресурсов от рыночных цен и в полной мере используют данные о прошлой динамике спроса, добычи и потребления. В соответствии с этим критерием большинство инженерных прогнозов просто ничего не стоят, поскольку совсем не учитывают возможную динамику ЦЭП как фактор изменения уровня добычи и потребления ресурсов. И прежде всего следует отбросить как неадекватные все прогнозы, исходящие из концепции разведанных резервов. Что же касается тех инженерных прогнозов, которые учитывают возможную динамику цен, их качество определяется полнотой учета будущих возможностей технологического развития, нацеленного на добычу и переработку ресурсов, скрытых в земле, на дне океана и в океанской воде. Такие оценки способны дать только квалифицированные специалисты и не широкой публике судить оба их качестве. Разброс инженерных прогнозов. Давайте, несмотря на все мои оговорки, кратко рассмотрим содержание ряда инженерных прогнозов, используя преимущественно язык самих прогнозистов. Я намерен показать, что, даже придерживаясь довольно «консервативных» предположений о будущем добывающих отраслей, многие лучшие прогнозисты предвидят несравненное изобилие всех видов сырья, что резко контрастирует с катастрофическими историями, господствующими в ежедневных газетах, оба ожидающих нас временах. Главная трудность здесь опять-таки прежняя, каким экспертам верить. При желании легко найти специалиста, отмеченного всеми академическими регалиями, который за ваши же деньги напророчит всяких страхов не меньше, чем в хорошем фильме ужасов. Например, геолог Престон Клотт написал, что «запасы пищевых и сырьевых ресурсов накладывают жесткие ограничения на численность населения, и эти границы будут достигнуты в ближайшие 30-100 лет». Что же удивительного, что его точка зрения очень скоро оказалась растиражированной в популярном биселлере Пола и Уильяма Паддоков «Голод» в 1975. Начнем с оценки обеспеченности сырьем, сделанной под руководством Германа Кана. Рассмотрев ситуацию с 12 важнейшими металлами, на которые приходится 99,9% всего мирового потребления металлов, авторы делят их только на две категории, безусловно неисерпаемые, и, вероятно, неисерпаемые. При этом утверждается, что запасы ни одного из этих 12 металлов не будут исчерпаны в предвидимом будущем, то есть в будущем, которое может повлиять на принимаемые сегодня решения. Вывод таков, 95% мирового спроса приходится на 5 металлов, каждый из которых следует рассматривать как неисчерпаемый. Много десятилетий назад великий геолог Кертли Матер, опережая свое время, сделал схожие предсказания. Подводя итог, почти для всех важных невозобновляемых ресурсов объем разведанных мировых запасов в тысячи раз превосходит объем общемирового потребления. Для тех нескольких видов сырья, запасы которых относительно невелики, например для нефти, либо существуют адекватные субституты, либо наличествуют адекватные альтернативные источники снабжения, которых хватит для обеспечения потребления на многие тысячи лет. Миру в целом не грозит исчерпание никаких сколько-нибудь важных видов сырья. Кладовые матери земли намного богаче, чем принято думать. Известный геохимик Гаррисон Браун, которого никто из знавших его не назвал бы чрезмерным оптимистом. В 1963 году в обзоре перспектив обеспечения ресурсами на следующие сто лет предвидел, что в будущем природные ресурсы станут настолько изобильными, что минеральное сырье перестанет играть главную роль в мировой экономике и политике. По моему мнению, это будущее уже наступило. Г. Е. Геллер и А. М. Вайнберг в статье, оцененной столь высоко, что она стала первой естественно-научной работой, удостоившейся перепечатки в American Economic Review, рассмотрев вопрос о наличии субститутов для важнейших видов сырья, пришли к следующему выводу. Мы выдвигаем принцип «безграничной заменимости». Если не считать трех важных исключений – фосфор, ряд микроэлементов для сельского хозяйства и ископаемое топливо, общество сможет выжить за счет неисерпаемых или почти неисерпаемых источников сырья, которые обеспечат потребности цивилизации без заметного сокращения уровня и качества жизни. Общество будущего может опереться на использование стекла, пластиков, дерева, цемента, железа, алюминия и магния. Их анализ венчает такой оптимистический итог. Вывод несомненен, наши убывающие минеральные ресурсы в целом, за исключением истощающихся запасов углеводородов, вряд ли способны стать причиной мальтузианской катастрофы. В эпоху субститутов самым важным сырьем является энергия. Уровень жизни почти наверняка будет зависеть только от издержек ее производства. Может быть, это высказывание аутсайдеров. Вряд ли, Винсент МакКилви, ставший позднее директором геологической службы США, заявил в официальном докладе об обеспеченности США минеральными ресурсами, «Лично я убежден, что в предстоящие тысячелетия мы сможем увеличивать добычу минеральных ресурсов, необходимых для поддержания высокого уровня жизни уже сегодня зажиточных групп и для повышения уровня жизни бедняков в нашей стране и во всем мире». Просто поразительна пропасть между этими оценками и теми, которые часто публикуются в газетах и журналах. Самым известным из прогнозов близкого конца света в последние несколько лет была работа римского клуба «Пределы роста» «Limited to Growth». Ее издали на 29 языках общим тиражом 9 миллионов экземпляров. Книга подверглась столь тщательной и всесторонне уничтожающей критике, что нет смысла сейчас о ней подробно говорить. Еще любопытнее, что через 4 года после публикации она была дезавуирована самим римским клубом, заявившим, что выводы, сделанные в работе, неверны и они были искажены намеренно, чтобы «пробудить» сознание и беспокойство публики. Что касается запасов минерального сырья, Деннис Мидоуз, автор «Пределы роста», обрек себя на ошибочные выводы уже тем, что положился на концепцию достоверных запасов. По его оценкам, например, мировые запасы алюминия должны быть исчерпаны уже через 49 лет. Но ведь алюминий – самый распространенный в земной коре металл, и вероятность того, что его добыча окажется недостаточной, просто равна нулю. Ошибка Мидоуза была еще и в том, что он учел только высококачественные месторождения бокситов, тогда как основные запасы приходятся на низкокачественные. Историческая динамика цен на алюминий, представленная на рисунок 2.3, показывает, что с начала 19 в алюминий стал гораздо более доступным металлом, а не более редким. В течение двух десятилетий после публикации работы Мидоуза цены на алюминий продолжали падать, что явно свидетельствует о сокращении редкости этого металла. Полный провал мрачных пророчеств книги, пределы роста, и даже отказ от нее спонсоров «Римского клуба» не повлияли на мышление этих лжепророков. Мидоуз и в 1990 году продолжал говорить, что «мы показали, рост физических объемов производства остановится при жизни нынешнего поколения». Главная проблема ни на йоту не изменилась, в конечном по размерам мире невозможно поддерживать постоянный рост производства. В следующей главе мы покажем, почему в данном контексте «конечность мира» является вполне ненаучной и разрушительной идеей. В 1992 году та же группа авторов опубликовала книгу «За пределами пределов» «Beyond the Limites», в которой повторяются все те же старые утверждения, а ошибки старых прогнозов объясняются использованием неверных данных. С.М. Примечания, главе 34. Внимание широкой публики привлекают прогнозы правительственных агентств, и многие наивные люди склонны верить прежде всего имени при этом неспособность этих агентств предвидеть обеспеченность ресурсами в будущем и вред, приносимый такими официальными, но вполне ложными прогнозами, мог бы позабавить, если бы от всего этого не делалось грустно. Рассмотрим следующий эпизод. После резкого взлета цен на пиломатериалы в конце 1970-х годов в 1983 году эти цены упали почти на три четвертых, что привело к краху лесопильной компании, подрядившейся работать по правительственным заказам в период высоких цен. Отраслевые объединения лесопильщиков заявили, что правительство обязано им помочь, потому что причиной экономического краха были неверные прогнозы государственной структуры. В конце 70-х годов, говорил представитель отрасли, правительственные экономисты предсказали дефицит пиломатериалов, чем и взвинтили цены. Даже экономисты под влиянием инженерных прогнозов могут впасть в искушение и сосредоточиться на слишком коротких отрезках кривых цен, что ведет к неверным прогнозам. Например, в 1982 году Маргарет Слейт опубликовала показавшийся авторитетным анализ динамики сырьевых цен за 1870-1978 годы. В анализе использовалась теоретическая модель, учитывавшая различия в качестве месторождений. Слейт пришла к выводу, что, если редкость измерять относительными ценами, то приходится признать, что невозобновляемые природные ресурсы стали за этот период более редкими. Если бы она дополнила свой анализ данными до 1993 года включительно и использовала существующие данные за период, предшествующий 1870 году, выводы были бы прямо противоположными. Резюме. Если исходить из данных о составе земной коры, потенциальных запасов практически всех важных минералов хватит для жизни еще множества поколений. Этот вывод полностью согласуется с результатами экономического анализа исторических данных, падение цен на все сырьевые материалы относительно всех видов заработной платы свидетельствует о сокращении редкости и росте доступности всех видов сырья, подробнее смотри в главах 1, 5, 8, 10 и 11. Инженерные прогнозы, предсказывающие истощение природных ресурсов, оказываются ошибочными по двум основным причинам. Один, при сколь угодно точном определении объема ресурсов их реальное наличие в земной коре не может быть установлено просто потому, что интенсивный геологический поиск начинается только тогда, когда появляется нужда в ресурсах, как показывает пример с приростом разведанных месторождений меди, смотри таблицу. 2.1 и рисунок. 2.1.2, даже если бы нам удалось получить достаточно точную оценку объема определенных ресурсов, эти данные все равно не были бы так уж важны с точки зрения экономики. Ведь можно найти иные пути удовлетворения потребностей, например заменить медные телефонные провода на стекловолоконные. Могут появиться новые методы разработки низкокачественных месторождений меди, прежде считавшихся нерентабельными. Возникновение новых источников дешевой энергии, таких, как атомные электростанции, может сделать выгодным извлечение меди из морской воды. Таким образом, знание о наличных запасах природных ресурсов оказывается для нас относительно бесполезным, поскольку никакие физические измерения не помогают узнать, что мы сможем использовать в будущем для удовлетворения собственных нужд. Как сформулировал один мудрый геолог. Для любого вида минерального сырья разведанные запасы представляют собой лишь малую часть потенциально доступных ресурсов. Численные оценки обоих показателей динамичны, их нельзя оприходовать, как банки с помидорами на магазинном складе. Новые научные открытия, новые технологии и новые условия коммерческого спроса или ограничений существенно влияют на количественные оценки объема запасов и ресурсов. Не зная коммерческого спроса и рыночных цен, мы не можем сказать о наличии запасов и ресурсов ничего определенного. Примечания для инвесторов. Инвесторов, желающих вкладывать в цены и бумаги корпораций, раздражают мои утверждения, что цены на сырье в длительной перспективе будут падать. Чтобы продемонстрировать практическую полезность данной книги, я дам вам следующий совет, избегайте как чумы вложений в любые взаимные фонды, которые оперируют сырьевыми товарами. В длительной перспективе эти инвестиции наверняка обернутся убытками. Господин издатель. Только что созданный компанией Goldman Sachs фонд инвестиций в сырьевые товары, Commodity Index Fund, Wall Street Journal, Julie 22, 1991, является наихудшей возможностью инвестирования по эту сторону Бруклинского моста. Десятилетиями и веками цены на сырье падали относительно цен на готовые товары. Это означает, что в ходе исторического развития природные ресурсы делались менее редкими и более доступными. Подготовленный город Барнеттом и часть Морзе классический анализ, редкость и рост документально демонстрирует существование этой тенденции для периода с 1870 по 1957 год. Вот моя собственная работа делает то же самое для периода с 1800 года, если находились нужные данные, и вплоть до настоящего времени. Джей Андерс, УП Грэммем, ставший сенатором, СК Моррис и Каус Митсон проанализировали прибыльность различных инвестиций за период в 1976 годах и показали, что торговля сырьем в эти годы была относительно убыточной. Облигации категории ААА принесли за это время прибыль на 733% больше, чем владение ресурсами. Голдман Сачес в состоянии показать, что существуют короткие периоды, когда операции с сырьевыми товарами приносят большую прибыль. Но демонстрация этого свидетельствует либо о научном заблуждении, вместо того, чтобы анализировать длинные динамические ряды, берутся непредставительные данные о коротких промежутках времени, либо об откровенном мошенничестве. Других объяснений нет. И еще одну я буду счастлив занять в их инвестиционной программе противоположную позицию и продавать то, что они покупают. Эта незадача демонстрирует, как важно ориентироваться на длительные исторические тенденции, а не на краткосрочные всплески товарно-сырьевой биржи. Искренне ваш Джулиан Лист Саймон Субтитры создавал DimaTorzok